Сегодня я буду готовить супчик, как всегда, на полтора литровую кастрюльку. Я взяла кусочек домашней курочки и отварила. Теперь пенку мы обязательно снимаем, обязательно, потому что если вы не снимете пенку, у вас будет бульон мутный. Если она тем более переварится, тогда все будет на тенесе. А вам надо, чтобы бульончик был прозрачный. Итак, я отварила, теперь я возьму одну картошку, большую, большую картошку. Ну, а вы будете смотреть все, каждый по своему усмотрению. То есть, кто-то любит суп густой, кто-то любит редкий, кто-то любит средний. Я, например, люблю, чтобы густой не был, чтобы плавало все, все продукты там отдельно плавали, чтобы была юшечка. Так, все, что я делаю дальше? Я сейчас возьму, вот картошечку я очистила, теперь я ее нарежу. Нарежу такими вот небольшими кусочками, не квадратиками, а неправильной геометрической формой. Так, быстренько нарежем. Мне хватит достаточно одной большой картошки. Я сейчас ее отварю. Затем я возьму соль, крупную, и крупной солью я сейчас посолю наш супчик. Осторожно бросаем сюда картошку, чтобы в глаза не попало. Так, делаем больше огонек. Я полную кастрюлю не буду делать, а буду половинку кастрюльки делать. Если вы будете полную кастрюльку делать, у вас там, ну, семья, значит, долейте водичку, бросьте картошку, включите огонек побольше и тогда варите. Варим картошку до готовности. Теперь я беру соль, я уже сказала, вот так вот, поперед батькам в пеклу, беру соль, крупную. Если вы будете солить ее мелкой солью, смотрите, не пересолите, потому что крупная соль, она не такая соленая, как мелкая соль. Ну, вот мы сейчас попробуем и посмотрим. Не обождитесь, смотрите. Нормальненько. Вот. Посолили картошку и суп, бульончик посолили. Теперь нам нужно бросить сюда два лавровых листика. Но запомните, лавровый листик всегда нужно промывать под проточной водичкой. Почему? Потому что лавровый лист всегда растет. Вот кто видел, как он растет, он кустами растет. И вот они моют, собрали его и туда вот посушили. И сразу я видела, как растет в Грузии лавровый лист. Вот такие кусты и на земле лежат, и пыльные. Обязательно нужно мыть. Все. Пусть у нас отваривается картошка. Картошка у меня разварилась уже. Что я делаю дальше? Дальше я беру зелень. Петрушку, укроп. У меня все замороженное. У кого есть свеженькое, еще лучше. И зеленый лучок. Зеленый лучок у меня свеженький. И у меня вот есть замороженный щавель. Я беру кусочек щавля. Вот. И бросаю сюда в наш бульончик. Теперь забросим сюда же лук зеленый. Ну будете смотреть тоже так же вот по густоте. Будете смотреть, кому как нравится. И вот у меня укроп и петрушка замороженные. Пусть все это вместе отваривается. Что мы делаем дальше? Дальше вот в этот. Делаем больше огонек. Теперь нам нужно сюда положить перчик. Как вы думаете, как нам нужно перец сюда целенький ложить или же помолоть? Если мы помелим перец горький и душистый, то у нас бульон будет не светлый, а он будет коричневым. Значит мы сейчас берем горошком. Вот несколько штучек. Ну вот три штучки таких я бросаю. Душистого перца или вот такой вот и горького перца тоже беру. Ну совсем вот сколько там? Пять-шесть штучек. Все. И пусть варится. Дальше. Сейчас у меня здесь вот мы помешаем. У нас уже запашочек такой хороший пошел. Вот. И теперь я сюда брошу яйцо. Берем одно яйцо. Варим его, чтобы оно стало крутое. Чтобы получилось крутое яйцо, от начала закипания нужно отсчитать 8-10 минут. И тогда у вас будет яйцо густое, то есть тугое яйцо. Мы берем это яйцо, нарезаем на кусочки, вот так вот на меленькие рубим его и бросаем сюда же наш супчик. Сейчас закипит. Подождем пару минут и супчик наш будет готов. Ну что ж, дорогие хозяюшки, наш супчик готов. Очень вкусный, ароматный, пахнет на всю квартиру, готовится очень-очень быстро. Вот так он смотрится вблизи. Кушаем такой супчик со сметанкой. У меня сегодня сметаны нет, пойду куплю сметану сейчас в магазин. Можно и без сметанки, он тоже без сметаны будет вкусный, но со сметанкой будет вкуснее. Ну что ж, дорогие хозяюшки, на этом я с вами буду прощаться. Готовьте такой супчик, очень быстрый, вкусный. Вот, пишите в комментариях, какие вы супы готовите. Может у вас есть какой-то вкусненький супчик, рецепт вкусного супа. Вот, я уже вот рассказываю все то, что я умею, что готовила моя мама и что готовлю я. До свидания, мои дорогие. Будьте все здоровы. Желаю всем всего самого-самого доброго. Будьте все счастливы, здоровы и чтобы всегда был только мир на земле. И чтобы было все-все хорошо.